Друзья, это КПЗ Офлайн, программа, где я выполняю ваши заявки, которые из-за их большого количества не могу выполнить в прямом эфире. Кто-то из моих зрителей попросил меня приготовить то, очень интересная просьба, что я себе, бывает, могу приготовить в свободный день, то есть в выходной день. Я долго вспоминал, когда у меня был последний выходной, но я вспомнил таки и вспомнил, что я приготовил. Это будет версия гуляша всего лишь навсего, но очень интересная. Я ее люблю, признаться, и даже когда у меня это блюдо остается на рабочий день, я все равно его ем, как вы понимаете. Ну что ж, я начинаю с лука. Приятно в выходной день, знаете ли, проснуться, почистить зубы и сразу же заняться луком, чтобы проплакаться, чтобы глаза еще почистить тоже. Значит, я сейчас лук очищу. Вы знаете, мне нужно достаточно много лука. Это блюдо, конечно, не из лука, а из мяса, но лук – это такой сопроводитель мяса. И я уже в свойственной мне манере сейчас с луком поработаю. Вот нарезка в данном случае большого значения не имеет в выходной день, не нужно как раз с этим запариваться. Я его нарежу лишь бы как, ну, так сказать, без всякой системы. Как вот рука двигается в выходной день, в выходной день, конечно, особенно во второй день, в нашей стране руки двигаются плохо. Вот подготовленный лук. Сравнительно много по отношению к тому количеству мяса, которое вы увидите чуть позже. Ну, а я беру кастрюлю Дюра Терм, компания Кунрикон, производство Швейцария. Трехслойное дно. Кастрюля очень равномерно и четко проводит тепло. Продукты в ней томятся, сохраняя все свои полезные свойства. Ставлю на нагрев. Теперь немного растительного масла. Я могу не дожидаться, когда масло нагреется. Здесь абсолютно это не важно. И я сейчас отправляю лук в кастрюлю. Вот контакт настолько хороший, настолько ровное дно, что плита, кстати говоря, не индукционная у меня сейчас. И нагрев уже пошел. Лук уже очень быстро шипит. Именно потому что дно прилегает хорошо. Здесь, в общем-то, не требуется мое присутствие. Здесь ничего не пригорит, даже если я буду отвлекаться. А я пока, друзья, заварю чай. У меня сегодня, друзья, современный классический чай, который в Китае называют красным чаем. Он прекрасно заваривается, желательно водой температурой 93-95 градусов. Китайский чай от Этернити Групп. Линейка называется Шаббат. Посмотрите, какой цвет. У него действительно такой насыщенный красноватый цвет. У него очень насыщенный вкус. Настолько, что его можно заваривать несколько раз. Мне не терпится попробовать. Вот так. И вот так. Я не только буду пить чай этот, друзья. Этот чай я сегодня еще использую в приготовлении этого самого гуляша. Я теперь понял, кстати, почему мы говорим, почему чай. Потому что чайно, по-английски Китай, лучше чай именно оттуда. Посмотрите уже, как хорошо карамелизован лук. Теперь я возьму немного воды и налью сюда. Вода сейчас начнет испаряться. Она испарится, и лук снова начнет жариться. Так я сделаю несколько раз до карамелизации, до растушенности лука. Именно поэтому неважно, как я его нарезаю, потому что он исчезнет у меня. Он превратится в часть соуса. Пока у меня идет процесс карамелизации лука, я подготовлю гарнир. Ну, вы понимаете, что гуляш – это такое блюдо, которое может считаться и супом, если сделать его пожиже, или это основное блюдо, если его сделать погуще. Я сегодня делаю основное блюдо, не суп. А раз это основное блюдо не суп, следовательно, неплохо было бы подумать о гарнире. В каком-то хорошем гарнире. Вообще говоря, гуляш – это, ребята, блюдо такое, знаете ли, австро-венгерское. А там уже попахивает и Германия немного. Мне почему-то сегодня захотелось приготовить гарнир немецкий к такому австро-венгерскому гуляшу. И я сегодня сделаю очень забавную вещь. Я рекомендую вам на нее внимательно посмотреть. Она не только к гуляшу хороша, вы сами это поймете. Я сегодня сделаю шпецли. Это что-то между макаронами и клетками. Вот промежуточный такой компонент. Не клетки и не макароны, а шпецли. Так вот, сейчас я этим займусь. Я прежде всего возьму… Налью ее еще стаканчик чаю. Мне сейчас важно, чтобы чай несколько остыл. Вот это будет чай для работы. А это мой личный чай. Яйцо. Думаю, что два яйца я сейчас возьму. Соль. Соль, капля сахара. Для баланса вкуса. Вот посмотрите, опять загляните в кастрюлю. Лук снова начинает… У меня начал жариться вода, испарилась. Какое-то время он будет жариться. И я снова налью воду. Мне очень нравится такой запах карамелизируемого лука, друзья. А у меня пока яйца, соль, чуть-чуть сахара для баланса. Я сейчас яйца разболтаю вилкой. И вот теперь дам сюда чайку. Вот сразу яйца стали лучше размешиваться. Значит, я сейчас добавляю немного опять воды. Карамелизация лука идет полным ходом. Чай вот в этом тесте мне даст такую легкую тонинность. И в комбинацию с солью и сахаром он просто является усилителем вкуса, друзья. Вот это абсолютно так. Я сейчас просто усилю вкус. И, между прочим, скажу вам, что он еще и подчеркивает цвет. Цвет будет таким, чуть-чуть в карамельную сторону. Гораздо приятнее. И вот теперь я насыпаю сюда муку. Моя задача получить тесто, знаете какое? Чтобы оно было гуще, чем тесто для блинчиков. Гуще, чтобы оно было такое не сильно текущее, чтобы оно текучее было, но не сильно. Поэтому здесь нужно быть внимательным. Именно поэтому я не жидкость лью в муку. А сначала я сделал жидкую базу, а потом в эту жидкую базу добавляю муку. Мы сейчас с вами проанализируем консистенцию теста. Ну вот, примерно, видите, тесто такое, оно вязкое, оно текучее, но оно гораздо гуще, конечно, чем тесто для блинчиков. Наверное, оно по консистенции похоже на тесто для дрожжевых блинов. Я могу сейчас остановиться. Хорошо, когда это тесто немножко постоит, но оно может и час постоять, и два, это не важно. Важно, чтобы сразу его не использовать, для того, чтобы белки, клейковины в муке могли набухнуть. Возвращаемся к луку. Я слышу опять характерное такое шипение. Лук снова жарится, и он все более и более становится коричневым, друзья. Теперь очередное заливание воды, а уже в следующий раз я налью туда чай. Вот сейчас у меня все на кухне очень спокойно. Очередное выпаривание жидкости из лука. У меня уже замешано тесто для гарнира. Я могу сейчас пока взять небольшую паузу и вернусь к вам через несколько минут. Друзья, это КПЗ Оффлайн. Я сегодня выполняю ваши заявки, которые не могу выполнить в прямом эфире. И сегодня готовлю свой любимый гуляш выходного дня. Опять лук, посмотрите, жарится. И вот теперь я плесну ему вкусного чайку из рабочей кружки. Это завершающая карамелизация лука. И я подготавливаю мясо. Вот у меня мясо, оно нарезано как на гуляш. Ну, когда мы говорим как на гуляш, это примерно величина кусочков, как грецкий орех, может быть, чуть крупнее. И сейчас, когда лук снова начнет жариться, я добавлю капельку масла и на жарящемся луке буду жарить мясо. Вот эта методика позволяет мясу остаться естественным и не терять соки. Потому что моя задача, соус и так будет вкусным, моя задача, чтобы мясо было хорошее. Вот идет процесс жарки опять. Добавляю немного маслица. И поверх лука выкладываю мясо. Желательно, так сказать, в один слой. Это говядина, друзья, предназначенная для тушения. То есть, я вам скажу очень коротко. Главное, чтобы это была не вырезка и не толстый и тонкий край. Очень дорого. Все подешевле. Лопатка, внутренняя или внешняя часть бедра, даже шея пойдет. Но через некоторое время я, как вы понимаете, должен мясо перемешать. Вот я перемешиваю мясо. Посмотрите, кастрюля сухая на дне. Из мяса ничего не вытекает. Я тем временем поставлю еще одну кастрюльку, потому что здесь будет вариться гарнир. Вот эти самые шпецли. Пусть пока нагреется вода. Я, конечно, использую чайник. Этот гарнир, на самом деле, шпецли, можно готовить заблаговременно. Вы чуть позже поймете, почему его можно готовить заранее. Поэтому я, собственно, могу уже сейчас им параллельно заниматься. Вот, мясо шикарное. Оно уже неплохо, как принято говорить, запечаталось. Еще немного, и я начну с ним работать дальше. Соль в воду для приготовления гарнира. И я беру вот такую маленькую досочку. И сейчас ее немножко полью растительным маслом. Даже не полью, а, я бы сказал, сбрызну, а потом смажу. Я чуть-чуть вот так салфеточкой смажу. Все, пришло время наливать воду. Я наливаю немного воды в мясо. Наливаю сюда чай. Вот так вот. Он тоже выступит у меня здесь тонинным усилителем вкуса. И могу теперь присолить, потому что при обжаривании мяса соль лучше не добавлять. Она провоцирует выделение как раз соков из мяса. И я могу еще, пока у меня как раз есть время, подготовить немного черного перца. Сюда очень неплохо положить черный перец. Уже сейчас черный перец. И раздроблю его с помощью взгляда. Я могу взглядом дробить черный перец, друзья. Но при этом мне немного помогает молоток для отбивания мяса, конечно. Получается ароматный, видите, ароматный дробленый перец. Он прямо с салфетки уходит в кастрюлю. И кастрюля в это время накрывается хорошо подогнанной крышкой. И я могу уменьшить нагрев. Ну что ж, можно делать шпецли. Очень забавная технология, ребята. Я вот так вот беру тесто и вываливаю какую-то его часть на доску. Вот такую я взял не все тесто на доску. Я беру нож и бегом, а можно и не бегом, поспокойнее двигаюсь к кастрюлечке, в которой у меня кипит вода для этих самых шпецлей. Я сгоняю тесто ближе к краю доски. И теперь начинаю вот такими движениями сваливать кусочки теста через край доски в кастрюлю. У меня будут получаться такие вот забавные клетки. Не клетки, макароны, не макароны. Вот они, видите, всплывают наверх. Такие они разные, но уж больно красивые. Естественная очень форма. Вот, шпецли, по сути, готовы. Сейчас они булькнут. Они уже всплыли. Это уже признак их, собственно, там 80-процентной готовности. Еще немного кипячения, и партия шпецли будет готова. Вот, видите, закипело содержимое кастрюли. Шпецли готовы. Я сейчас... Я их просто откину на сито. И, собственно, могу теперь во второй кастрюльке варить еще одну партию. Вот они, красавцы. Я их чуть-чуть сполосну холодной водой, чтобы остановить процесс варки. И первая партия шпецли у меня готова. И теперь мы поедем дальше. Развлечемся еще раз. Вот оно уже кипит. Вторая партия, и я сливаю. Промываю холодной водой. И добавляю к первой партии. Ну, а теперь посмотрите. Кипение идет в кастрюле. Пахнет хорошо мне перцем и луком. И теперь я обращаю вас в взор, друзья. Хлеб, друзья. Это черный хлеб. Он ржаной. Сделан из цельно смолотой ржаной муки. Рижский хлеб производитель этого продукта. И именно этот хлеб был тщательно разработан латышскими специалистами хлебопекарной промышленности, друзья. Я сейчас вскрою упаковку. Цвет, конечно, у него шикарный. Вот именно такой, каким должен быть, посмотрите, черный хлеб. Запах, конечно, умопомрачительный. Вот это запах, вот настолько характерный для правильного хлеба, ну, что, ну, просто лучше не может быть. Я вынужден немного над ним поиздеваться, конечно. Мне очень жаль, но я должен срезать корочки. Именно для специфики использования в моем блюде. Если делать бутерброд на этом хлебе, сами знаете с чем, тогда, конечно, корки срезать ни в коем случае не надо. Я эти корки не выброшу. Я эти корки съем. Я думаю, что мне хватит три кусочка. А теперь, смотрите, я вот так сейчас его ломаю на небольшие кусочки. И бросаю прямо сюда, в сферу тушения мяса. Через некоторое время этот хлеб исчезнет, как вы понимаете, и превратится в густой, вкусный, насыщенный соус. В сочетании с уже практически исчезнувшим луком, чаем, перцем. Вот это, вот такой, знаете ли, абсолютно естественный, но я бы сказал, вместе с тем, уникальный способ дать густоту тушащемуся мясу. И насытить его очень мощным, хорошим, сильным вкусом. Вот я перемешал. Теперь нужно какое-то время для того, чтобы хлеб исчез и превратился в соус. Это буквально требует, может быть, пять минут. И можно будет считать, что гуляш готов. Наверное, моё мясо не успеет дотушиться. Но для этого нужно просто больше времени, друзья. Вы можете сами уже корректировать готовность мяса. Оно проверяется просто. Ну, взял кусочки мяса, попробовал от него откусить или разрезал его ножом. Мягко тебе, значит, готов. Я считаю, что у меня готов. Ну, теперь я пока суд доделал. И сейчас сдвину мясо на дальнюю конфорку, мне так будет удобнее, и включу её. Ну, вы понимаете, что у меня сегодня такой специальный гуляш. Вы не думаете, что я старый дурак и забыл паприку положить. Это другой гуляш. Это гуляш в кавычках. Это версия, понимаете, немного растительного масла. Но главным маслом будет таки сливочное. Теперь добавляю сливочное. Вот у меня здесь есть шмат сливочного масла. Вот уже нагрев неплохой. И я буду жарить шпецли. Значит, вот. Вот как они смачно жарятся. Мне здесь, собственно, корочка поджаристая не нужна в шпецле. Мне важно их просто прогреть в масле. Они напитаются маслом и будут ещё вкуснее. А корочка или не корочка, это уже мне совершенно не важно. Я почаще их вот так вот встряхиваю, чтобы равномерно шло приготовление. Я могу чуть-чуть присолить шпецля, чтобы подчеркнуть их вкус. Немного петрушки прямо в шпецле, которые ещё греются. Весьма грубо. Это такое блюдо грубое, брутальное. Всё, это есть. Я сейчас выкладываю в тарелочку шпецле. Вот так вот, до половинки. Потому что на вторую половинку, как вы понимаете, у меня ляжет как раз уже гуляшное мясо. Вот с этим вкуснейшим, мощным соусом. Соус даже блестит сейчас. Для блеска в него дам ещё маленький кусочек сливочного масла, чтобы ещё лучше он блестел. Сливочного масла кусочек никогда не мешает положить в такое густое блюдо. Вот так вот, более густая часть. И потом я сверху вот так вот заливаю густым, насыщенным соусом. Я немного зелени ещё на мясо. Это уже будет сырая петрушка. Ну что ж, друзья, я сегодня выполнил вашу очередную заявку. Приготовил блюдо своего выходного дня. Это тёмный такой хлебный гуляш с клёцками шпецли. Я думаю, вам понравилось, и вы это воспроизведёте на своих кухнях, чтобы понять, насколько это блюдо вкусное и хорошее. Но мы с вами встретимся и в прямом эфире тоже. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова